вот таким вот образом еще раз показываю для тех кто не понял вот бывают и такие особенно мужики вот эти вот сказочные персонажи но их конечно другим словом называют вот комментаторы не путать с диванами-экспертами это сказочные персонажи друзья всем привет с вами санек ну что продолжаем строить пресс кто не знает что это такое кто не смотрит канал а так заходит говорят а что ты делаешь что это такое это мужики будущий пресс вот хочу его сделать именно вот таким и так напомню в прошлом видосе сверлил вот эту стойку станком идеально получилось вообще говорится тютя в тютю то что нужно вот эту стойку начинал сверлить ручной дрелью давайте она сейчас вставочку сделаем так сказать напомню что произошло и почему я купил станок вот и все эти моменты они сверла такая дрель мужики киловатт 50 низкооборотистая 550 оборотов в минуту патрон 3-1 16 есть биене на патроне именно на патроне вот так он ходит в общем зажимал 20 20 коронку вот они уже вот так вот ушатанные это вот я вчера купил сверло надо стать она ни разу не юзаная эта коронка поработала 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 довольно таки неплохо будем так говорить по сверлом же по этим коронкам вот это новенькая ровно одно отверстие один зуб вылетел второй остался один зуб все 370 рублей ушаталась такая же песня такая же цена ну это с первое плюс 370 рублей 370 370 так потом же все-таки же давай же пробовать но уже этой коронкой достал сверло жах все 400 рублей плюсом читайте 400 370 370 370 так вот после того как я сломал несколько коронок а это вышло на больше на тысячи рублей вот купил себе станок подумал что мне дешевле выйдет купить станок нежели продолжить все это делать вручную поэтому так и получилось ну и соответственно на этой стойке то по чесноку так и скажу что узнал косячок я в порол как за здрасте с первой там чуть-чуть косякнул но ничего рассчитал вроде все правильно но когда начал сверлить все что-то вручную и произошел небольшой сбой и теперь повторюсь это вообще шикардосик вот эта стоечка которая самая-самая первая сейчас я выровняю края это торцованные края то есть вверх их я ставлю ровно вот первые два совпадают и пошло пошло и начиная уже вот даже с 4 прекрасно заметно что вот здесь отверстия идут ниже хотя вот край ровню ханьки и чем дальше тем это дело этот перекос заметнее в край вообще не совпадухи капитальная сейчас даже увольник возьму чтобы понять насколько миллиметров это все дело мужики ушло вот миллиметров на 6 даже может даже и 7 по центру где-то пятачок 4 начинают с 4 здесь где-то 2 миллиметра здесь вот первый первый получился в самый раз ну понятное дело руками сверлить но это капец тем более коронкой и отсюда какой был выход кто знает а выход всегда есть всегда ну конечно же все это дело нужно исправить я решил пересверлиться поэтому станок стоит хотя уже одну сторону сделал я только покажу свой как говорится исправление своего же косяка разметил стойку заново только уже не с той стороны а с этой так чтобы отверстия как бы не совпадали друг напротив друга потому что не до конца ее сверлю это не смотрите это тоже впорол косяка начал сверлить не с торцованного края вверх вот прошел какое-то расстояние потом только понял что сами что ты делаешь не с той стороны вообще бросил это дело и начал с торцованного края это вверх пошел уже размечать это второе вторая стойка я вам скажу мужики это хорошо что я их не заварил вот эти отверстия вот у меня осталось расстояние у меня осталось вот это расстояние то есть разметить для меня не составило большого труда точно так же как и на второй стойке вот первую стойку подогнать идеально вот она разметочка в отверстие повторюсь сверлил так точнее размечал чтобы они не совпадали как отмечал сейчас покажу легкий самый способ начертить ровненькую линию не заморачиваясь вообще вот кусочек мужики уолка любой длины значит вот ставлю и отмечаю отметил а значить в отверстие где оно должно быть в самой краюшечки то есть здесь прижата и из двух сторон сделал и кусочек дюбеля не кусочек дюбель забил сюда он просверлено чуть меньшим дюбель чуть большего в общем плотненько забилось и теперь что мы имеем а мы имеем идеальные чертилочку такую как это работает а вот так мужики есть линия абсолютно четкая и заметная линия мне это видно хорошо на камеру может и не передает вот это один момент а другой момент другой момент вот она вторая стойка которую сверлил но повторюсь еще раз под станок вот сложил две трубы струбцинами схватил и пусть в подугольник я не знаю на не видно будто видно вот прекрасно да где отмечено на край отверстия там на крае отверстия здесь как бы до меньше через камеру не бюджет хорошо наблюдать ну и двое понятно тоже там отметил до чертилочкой и так каждая чтобы было друг напротив друга вот соответственно потом керном в перекрестии сделал точки вот и штангелем уже от этих точках от этих точек середину нашел также отметил и соответственно просверлился вот час отверстия идеально находятся друг напротив друга вот эта сторона которая уже мужики готова те которые не совпадали я их заварил как заваривал сейчас покажу так ну сложил вот рядышком вместе да и теперь вот эти все отверстия находятся друг напротив друга в любом месте можно приложить края совпадать без разницы абсолютно в любом месте ну ну это уже как-то более-менее я считаю правильный вариант шайбухи которые вы сверли вот как раз таки я их и собираю вот они я не знаю сколько килограмм они не только с этих труб они сразу даже такие спятаки всякие разные всевозможные вот ими и завариваю давайте несколько штук покажу а потом уже продолжим и так давайте покажу несколько заварок как просто это все дело заварить не ну понадобится сейчас меня заварить здесь минут 20 как бы ну не проблема вот остаются вот эти вещи до после высеверливания коронки кстати я сейчас покажу потом я вам спрашивают где покупал что за коронки обычные коронки продаются в хозяйственном магазине где всякого рода инструменты и причандалы к ним вот у китайцев кстати тоже есть сравню возьму китайскую коронку и ту которую я покупал как бы и в чем отличие вот эти шайбухи остаются вот ну их как бы ставить да и руками держать не варик потому что они туда проваливаются не держатся как это все дело сделать да можно магнит прям они и пробовал я дуга от магнита уходит начинает там срать короче ерунда ерунда здесь есть юбка остается после высверливания вот она очень даже нужная будем так говорить понадобится болт любой подходящий такой лишь бы проходила не проходил через отверстие вот желательно конечно крупненький да ставим где-то в середину шайбухой вот чтоб он не проваливался вот таким образом все я думаю видно кусочек трубы вот видно да пятаки это я уже заваривал ту сторону желательно конечно ровненькой а теперь беру просто так вставляю внутрь и упираю в болт все в болт она уперлась а с этой стороны прихватываю мужики струбциной ну все очень просто вы знаете что там рассказывать у меня все все по простому а здесь труба зашла под голову болта да и она держит его просто теперь подтягиваю вверх он зажимаю все и теперь спокойно вот эти пятаки ложатся на трубу и не проваливаются сейчас я покажу камеру поближе поднесу они тут разных калибров есть можно взять молоточек юбка она их центрует это какой-то совсем мелкий пойдет 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 вот так вот все очень просто получается все разложил вот это не с этой оперы не та толщина металла поэтому меняю на нужную толщину все все выровнялась сейчас посмотрим вот так вот все это дело выглядит не провалилось есть нужная дистанция для провара для сваривания все просто элементарно просто сейчас обвариваю и переставляю на ту сторону ну как всегда забыл камеру включить на этом этапе у нас еще есть другая половина вот так вот все это дело сейчас выключу сварку вот так все это дело выглядит после заварки то есть заваривается по краю но это не то вот она по краю и центр вот таким вот образом потом это зашлифовывается никаких проблем с этим нет так вроде бы запись пошла как бог тоже самый трубу упираю болт беру струбцину мужики и прижимаю край трубы вот таким вот образом еще раз показываю для тех кто не понял вот бывают и такие особенно мужики вот эти вот сказочные персонажи но их конечно другим словом называют вот комментаторы не путать с диванами экспертами это сказочные персонажи если не знаете кто такие то все знают ну не буду выражаться у себя на канале потому что могут смотреть дети выбираем нужную нужные шайбухи вот эти и заново их скидываем абсолютно абсолютно не сложно ключик упал все обвариваем все обвариваем и все и все и 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 вариваю хаотично то есть не все подряд здесь я говорил но камера не работала поэтому через две через три либо отсюда сюда здесь 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 либо вот ну не знаю меток хочется почему-то ну сделай вот так вот примерно через две все готово так все снимаем все это дело вот сварку пока отключать не буду потому что слезать потому что сейчас будем заваривать вот это центральное отверстие от версии до болт понятно дело уже здесь не котируются трубу достаем и что нужно сделать показываю это все очень просто итак итак как его придержать какой-нибудь обрезочек любой подходящий но я взял вот такой и ставлю точку вот так вот ставлю грубо говоря сверху да ну кто не понял где этот камера не вижу шлем еще вот так вот и ставлю точечку одну сваркой в любом месте ну это конечно жирная но пойдет а теперь вот так вот опускаю и все и она его держит по всей плоскости вот как ни крути но так даже будет удобнее можно будет довернуть потому что я тут как всегда ошибся с прихваткой вот так пойдет отлично а теперь отрываем все и шайбуха стоит ровненько так как надо обвариваем вот так вот вот так вот несложно исправить situation как говорится ситуацию да все зачищаю болгаркой зачистным кругом так вторая сторона зашлифована я имею ввиду зачистил сварочку это все закрасится это еще лепестковым пройду здесь те косячные которые я начал не с той стороны тоже заварил и теперь остается только просверлить с этой стороны вот такие вот дела мужики все сейчас ставлю на сверло точнее на коронку и просверливаюсь а потом проверим все готово вот так вот все это дело произошло блин опять убираться это капец ну хорошо быть на полу магнитом собрал подмем и до свидос сейчас рядышком положу ну чё вот которую только что сверлил теперь они хоть совпадают друг напротив друга не елки-палки как я просчитался это капец лишняя работа ну ничего с кем не бывает с каждым может такое приключиться сейчас я их друг на друга положу и штырями попробую соединить должны все совпасть все ровненько все чудесненько даже не видно не видно отсюда заварку отсюда не будет видно как то так мужики в общем теперь можно уже варивать все остальное стоечки эти точнее планки поперечины делать под пресс саму стойку да и тогда там подобное уже это будет повеселее и поинтереснее все всем пока с вами был санек ах да сверла сверла руки ну не знаю вот такими пользуюсь сверлами купил в местном магазине что за производитель без понятия больше ничего не написано вот какой-то с е б коронка по металлу вот и все на всех этих самых упаковках мы идут китайские за китайский вариант коронки сейчас покажу вот видите да как выглядит вот это для тонкого металла максимум тут им что сверлить можно это 2 миллиметра потому что нет проточки для выхода стружки вот стружка должна выходить а здесь проточки нет на этом на этой коронке вот такой вот сбоку перед зубом раз таки через нее стружка и выходит здесь можно сверлить я сверлил по крайней мере не сантиметровый до металл до этого сверлил и два сантиметра ну когда еще это не было штуки а здесь этой проточки нет и она как только забивается зубы ломаются начинает перегреваться если кто-то будет искать на алике обязательно смотрите чтобы было мужики про . намного удобнее фокусируйся ты такая штукенция теперь точно всем пока буду убираться и на сегодня шабаш и да маленький лайфхак еще по дрели дрель вся замаскана этот перчаток вот знаете легко чистить выдышкой даже самой дешманской никаких бензинов никаких ничего не надо вот так вот берется это и это вся мазута грязь офигенский просто протирается как новенькая становится была поначерная я бы не заморачивался очень легко и просто сейчас дочищу ну вот минута времени как с магазина все очистилась чуть-чуть чуть-чуть тернуть вот так вот и все никаких растворитель некий книгу бензина ничего две маленькие три пушечки грязнючие уже как-то так